МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканал Волгоград-1, программа Учительская. В этом выпуске мы расскажем о самых интересных и значимых событиях нашего города в сфере образования. В рамках национального проекта образования в регионе в начале учебного года открылись сразу 20 новых учебных мастерских классов на базе Волгоградского строительного техникума, технического и технологического колледжей, а также ведущих СУЗов Камышина и Дубовки. Учебные пространства оснащены современным оборудованием по всем стандартам WorldSkills. В регионе активно продолжается работа по модернизации техникумов и колледжей. На сегодняшний день в Волгоградской области работают уже 79 учебных пространств, где студенты СУЗов могут отрабатывать свои профессиональные навыки в соответствии с международными стандартами. Комитетом образования выстроена система сетевого взаимодействия между учебными заведениями, чтобы практические занятия в таких мастерских были доступны всем студентам. Мы в группе лидеров регионов, у кого больше всех открыто учебных мастерских. Сегодня вы видели это очередные колледжи, новые специальности, новые направления. В этом году в Волгоградской области четыре колледжа вошли в топ-100 лучших учреждений профобразования Российской Федерации. Новые учебные классы Волгоградского строительного техникума – это тысяча квадратных метров современного образовательного пространства, где условия полностью соответствуют реальному производству. Нас переполняет гордость за то, что после четвертого раза нам удалось выиграть грант и, наконец, принять участие, реализовать такой замечательный проект. Конечно, без наших мастеров, без наших студентов, без наших сотрудников, без наших уважаемых, дорогих социальных партнеров сегодня не было бы того, что мы видим. Учебные площадки для студентов СУЗов выполняют важную роль в подготовке профессионалов для будущего развития Волгоградской области в разных отраслях. Важно, чтобы молодежь получала качественное образование и могла продолжать обучение в высших учебных заведениях. ВУЗы, в свою очередь, отмечают высокий уровень подготовки у студентов, окончивших техникумы и колледжи. Мы будем всеми силами продолжать развивать образование и школы поддерживать, и среднепрофессиональное образование, потому что здесь готовят тех специалистов, которые сейчас востребованы на рынке труда Волгоградской области. Это рабочие специальности, это специальности, которые сейчас необходимы для решения многих ключевых задач региона, в строительной сфере, в архитектурной сфере, в благоустройстве, в тех направлениях, в которые регион участвует и в национальных проектах, и в тех направлениях, которые сейчас востребованы в коммерческом секторе. Обучение на новом оборудовании позволяет не только готовить высококвалифицированных специалистов, но и делает образовательный процесс интересным, познавательным и увлекательным. Обучение уже стартовало по перспективным направлениям. На открытии педагоги учащиеся продемонстрировали, как работает аппарат, который за 10 секунд разрезает кирпич, как нож в сливочное масло. Уже в июне у нас студенты, 55 человек, успешно сдали демонстрационный экзамен по компетенции кирпичной карты. Да, ну же видите, уже работает. Все проверили, опробировали, все работает. Сейчас уже начнем готовиться к седьмому открытому региональному чемпионату WorldSkills. В классах по изучению геодезии появилось дорогостоящее высокопрофилированное оборудование, что позволит студентам более глубоко изучать геопространственные технологии. Это роботизированные тахеометры, которые совмещают работу привычных нивелиров и теодолитов. Спутниковые системы навигации, 3D-сканеры и принтеры. Это тахеометр, он включает в себя два прибора. Это теодолит и нивелир, самые обычные. Он роботизированный. Он может измерять углы, расстояние, превышение и так далее. Вешка, не надо ее ставить и наводиться самому, то есть он сам может за ним следить. Там наводишься на прибор и сам снимаешь показатели с него. То этот он может сам все сделать, сам все записать автоматически. На дороге выполняет превышение, снимает. Он квадратировать может. На квадрат разбивка идет, съемка. Отдельное внимание СУЗы уделяют работе со школьниками. Учебные мастерские значительно расширяют возможности для профориентационной подготовки будущих студентов. 12 профильных пространств в рамках нацпроекта образования оборудуют в учебных учреждениях в 2022 году. Еще 30 таких учебных классов появится в 2024 году. Валентина Кунышева, Роман Миколенко, телеканал «Волгоград-1». Повышать свое мастерство теперь смогут и педагоги. На базе Волгоградской академии после дипломного образования заработал Центр непрерывного повышения педагогического мастерства. Учебные классы оснащены современным оборудованием для повышения квалификации и личностного роста педагогов. Комфортные отремонтированные помещения, новейшее оборудование и творческая атмосфера – все это новый центр непрерывного повышения педагогического мастерства. В таких условиях педагоги не только смогут получать знания, но и искать творческие подходы в решении многих вопросов. Для себя мы решили, что повышать качество образования невозможно без педагога и невозможно без творческого педагога. И для того, чтобы это творческо творождалось, нужно создать особые условия. Долгие годы подготовкой педагогов занимается у нас Волгоградский государственный социально-педагогический университет. Ему 90 лет. А в паре с ним, в неразрывном тандеме, работает Академия после дипломного образования. Она носила разные названия в разные годы. И именно на территории Академии мы сегодня открыли центр для педагогов. Таких центров обучения учителей в России около 60. Все они открыты в рамках реализации национального проекта образования. Принцип работы – единое индивидуальное развитие каждого педагога. Для учителя необходимо создавать все условия, чтобы его ученики показывали высокие результаты. Мы много говорим об индивидуальной траектории ребенка, о его индивидуальной траектории развития, сопровождении по этой индивидуальной траектории, о тьютерстве именно для детей. Но вот сейчас создаются условия для того, чтобы эти подходы, которые мы говорим в отношении детей, могли быть сформированы у нас здесь в региональном центре по работе с педагогами, с воспитателями. Работа педагогического актива направлена на создание индивидуального маршрута учителя, выявление профессионального дефицита и затруднений, с которыми сталкивается педагог. Ведется разработка новых профессиональных программ. В центре работают молодые и в то же время опытные педагоги. Это победители и призеры конкурса профессионального мастерства. Один из главных конкурсов – это учитель ГОТО. Это, конечно же, победители и призеры, гранты губернатора и президента. Это, конечно, конкурсы, если мы говорим про молодых совсем педагогов, педагогический дебют. Площадка оснащена двумя сотнями единиц современной техники. Здесь есть роботы, роботехнические наборы, комплекты по основам электроники, мощные ноутбуки, интерактивные панели доски, оборудование для презентации, интерактивная студия. Для создания онлайн-вебинаров педагоги смогут использовать фото- и видеоаппаратуру. Данный центр несет такую огромную перспективу перед собой, держит. Это очень интересно. Действительно, заниматься не только уроками и из года в год передавать одно и то же. Это постоянное самосовершенствование, совершенствование того, над чем работаем, с кем работаем и каких результатов мы хотим добиться. И данный центр, я надеюсь, нам только в этом будет помогать. До конца года современные курсы повышения квалификации пройдут более полутора тысяч учителей. К концу 2024 года уже около семи тысяч. Каждый педагог на основе профессиональной диагностики сможет получить рекомендации от наставников, сформировать индивидуальный цифровой образовательный маршрут и скорректировать недостатки в работе. Проверки методических кейсов привлечены педагоги-тьюдеры, входящие в состав областного методического актива. Они будут сопровождать учителя, отслеживать активность и результативность. Я являюсь педагогом уже на протяжении пяти лет и активно, творчески подхожу к своему делу. У меня огромное количество ребят-призеров, победителей региональных, всероссийских предметных конкурсов по направлению географии, биологии, экологии. Ну и сам являюсь педагогом, который непрерывно совершенствует свои профессиональные навыки и помогает другим педагогам теперь, как методист школы, совершенствовать навыки преподавания предметов. Центр непрерывного повышения мастерства стал еще одним важным шагом в направлении кадрового обеспечения региональной системы образования. В настоящий момент подготовку учителей ведут пять вузов и пять колледжей Волгограда, Камышино, Жирновска, Михайловки, Дубовки. Выстроена система непрерывного педагогического образования от профильных классов в школах, колледжах и вузах до институтов повышения квалификации. Это пространство станет местом для наших традиционных форумных мероприятий, для молодых педагогов, для педагогов-наставников. Это место станет уверенной точкой притяжения для всех, кто включен в региональное конкурсное движение. Учитель года, лучший педагог дополнительного образования, воспитатель года, педагог-психолог и другие, их очень-очень много. Центр готов принять первых слушателей уже 1 сентября. Параллельно в сельских школах в этом году появится еще 97 точек роста, продолжают открываться школьные кванториумы. Я надеюсь на то, что это замечательное новое образовательное пространство, которое создано в рамках реализации приоритетного национального проекта образования, поможет вам в вашем профессиональном росте, в личностном росте, в росте ваших профессиональных компетенций. Открытие таких центров – это часть системной работы по улучшению качества образования в Волгоградском регионе. Для педагогов проводятся различные форумы, слеты, развиваются и технически оснащаются школы. Учиться стало интересно и комфортно каждому ребенку. Надежда Пешихонова, Валентина Конышева, Марина Забудько и Вадим Шабанов. Телеканал «Волгоград-1». Начало нового учебного сезона ознаменовалось открытием новых дополнительных центров образования «Точка роста». Они оснащены самым современным оборудованием и стали настоящим подарком для многих сельских учебных учреждений. Один из таких центров открылся на базе гимназии города Краснослободска. На сегодняшний день в «Точке роста» занимаются уже более 300 учеников. В рамках нацпроекта образования 1 сентября текущего года в гимназии города Краснослободска состоялось открытие Центра дополнительного образования естественно-научно-технологической направленности «Точка роста». Специально для этого в учебном заведении дополнительно открыли две цифровых лаборатории, оснащенных новейшим оборудованием. Наша школа как раз стала одной из школ, которые получили профильный комплект оборудования. И как раз профильный комплект оборудования заключается в получении именно цифровых лабораторий, которые позволяют вести обучение на более углубленном уровне. Всего за несколько учебных недель школьники гимназии успешно ознакомились с оборудованием и приступили к созданию индивидуальных исследовательских проектов. Например, ученик 10 класса Максим Филиппович увлекается химией и благодаря современному оснащению сможет заниматься проектом по исследованию воды. «Исследования стали гораздо точнее. Раньше мы не могли такие эксперименты провести, потому что не было оборудования. И теперь появилось новое оборудование. Мы можем произвести более точное исследование, более подробное и дать более точный результат». «Получаем примерно 470. Заносим в таблицу. Достаем датчик. Прослушиваем». Специально для точки роста педагоги разработали 15 дополнительных общеобразовательных программ технической и естественно-научной направленности для всех возрастов. Так ученики 7-8 классов занимаются робототехникой. Для старшей школы работают исследовательские курсы по клеточной и молекулярной биологии, физиологии, медицине, физике. Для самых маленьких проводятся интерактивные занятия по здоровому образу жизни. Большое внимание уделяется теме правильного питания. «Как говорят интересное слово «гаджеты», нас окружает уже со всех сторон. И, скажем так, понять, насколько они сложны, дети смогут только через простые элементы, которые изучают. В данном случае это как раз конструкторы для начинающих. Дети от 8 лет, но если углубляться и понимать принципы работы данных устройств, здесь уже надо образование более старших классов. Поэтому и 8 классам тоже очень интересно». Всего в кружок по робототехнике планируется набрать 75 человек. Также в центр приглашают и преподаватели из других учебных заведений. Один из таких – Николай Степанчук. Является преподавателем Волгоградской государственной академии после дипломного образования. «Кружок у нас называется «Методы биологических исследований». В рамках этого кружка мы планируем освоить порядка 17 методов, связанных с изучением биологических объектов разных уровней организации, принадлежащих разным таксонам – это растения, животные, человека, грибы. И, соответственно, это обеспечит ребятам освоение именно методов биологических исследований и введение их в будущую профессию, потому что любая профессия, связанная с биологией, будь то медицина, либо классическая биология, либо современные какие-то направления биологии, они будут так или иначе связаны с исследовательской деятельностью». Отметим, что порядка 30 тысяч учеников сельских школ Волгоградской области занимаются в центрах «Точка роста» с начала учебного года. В 2021 году современные площадки созданы в рамках нацпроекта образования в 97 школах. Сегодня сеть включает уже 197 площадок. Подготовка востребованных кадров в развитии системы ранней профориентации является приоритетом региональной политики. Марина Забудькова, Вадим Шабанов, телеканал «Волгоград-1». Еще одним ярким событием сентября станет финал всероссийского конкурса «Учитель года России-2021», который пройдет в Ростове-на-Дону. Наш регион представит педагог лицея номер 2 Дмитрий Загуменов. В состязании будут участвовать 85 учителей со всей страны. Торжественное открытие состоится уже 25 сентября. Итоги подведут 10 октября. Учитель истории лицея номер 2 Дмитрий Загуменов на первом этапе покажет свой профессионализм в категории «Методическая мастерская» и «Урок». 15 лауреатов, которых объявят 29 сентября, проведут классный час и представят свои педагогические наработки на мастер-классе. А 4 октября пять лучших учителей примут участие в итоговом этапе конкурса пресс-конференция «Вопрос учителю года», который пройдет в Москве. Призеры будут отвечать на вопросы школьников, студентов, родителей и журналистов. Победителя наградят на торжественной церемонии в Государственном Кремлевском дворце 10 октября и вручат главный приз состязания Большого хрустального пеликана. К тому же лучший учитель года станет советником «Министра просвещения России на общественных началах». Желаем Дмитрию Загуменову удачи и победы. С вами была Учительская. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!